Проблемы мобильной связи. 21 век. Естественно, что очень многое то, что считалось ранее вершиной инженерной мысли, на сегодняшний день уже считается анахронизмом. Мало кто пользуется городской телефонной связью. Почти у всех один, а то по два, у некоторых и по три мобильных телефона. И вот давайте просмотрим, что сейчас происходит здесь, в Таврии, по ошибке называемым Крымом, и Севастополе. Итак, очень многие обвинили власти Крыма в том, что произошел сговор. И моментально и единовременно отключилась мобильная связь с Симферополей. Через день по всей территории Крыма. Севастопольские власти заявили о том, что плавный будет переход. А потом оказалось, что тоже в один день. И вы знаете, что самое интересное? Я специально поехал по городу и видел, какой ажиотаж, что творится в тех местах, где продают карточки МТС. И вот здесь вопрос к нашей власти, к представителям власти, к чиновникам. А вы знаете, дорогие господа, что вместо того, чтобы карточка стоила от 100 рублей, из которых 50 рублей кладется на карточку, а 50 берет себе там продавец, карточки стали стоить от, ну там, от я не скажу, но в среднем 1000-1500 рублей. О том, что во многих очередях драки происходили, их приходилось разнимать с людьми. До какого состояния доводят людей? Где ваш плавный переход? Кто от этого выиграл? Всегда говорят, что критика должна быть конструктивной. И вот сейчас мы говорим, что будьте добры, предупредите заранее людей, чтобы они готовились, что тогда-то, тогда-то будет переход на российский МТС, мы тогда-то отключим связь, загодя, пожалуйста, во всех этих местах, где продаются в достаточном количестве существуют карточки. Не произошло опять этого. Кто за это ответит? Назовите фамилии. Вот если не произойдет вот этой ситуации, когда человек, отвечающий за эти вещи, несет ответственность, ничего хорошего не будет. Народ будет говорить, что власть плохая. А власть не плохая, она такая, которую мы терпим. Так вот, если вы, господа, сидя там наверху и управляя именно, например, связью с этими обязанностями не справляетесь, этого человека надо убирать. Это первое. Наши правоохранительные органы обязаны пресекать мошенничество и спекуляции. Будьте добры, займитесь этим. Почему этим никто не занимается? Блатной номер стоил у нас в городе сейчас в эти дни от полутора до двух тысяч рублей. Ну, в каком плане блатной, что легко запоминается люди, которые хотят. Вот вы вдумайтесь. Но вы покупаете карточку, большинство новых телефонов на мини-карточке, а там большие карточки, для того, чтобы еще ее откусить и вложить в телефон, это в среднем брали по 150 рублей. Вот посчитайте опять при тех зарплатах, которые у нас в Севастополе и доходы, человеку что нужно было сделать, потому что некоторые по нескольку дней не могли купить эти карточки, стоя в очереди с утра до вечера. А потом еще оказывалось, что им не хватало. И вот я хочу, чтобы эту ситуацию наши доблестные чиновники, во-первых, обнародовали и назвали фамилии, кто в этом виновен. А иначе ничего хорошего не будет. Я хочу, чтобы нашу жизнь, наши чиновники, помогали делать лучше и легче. Да, у нас переходный период, да, у нас тяжело. Но это не значит, что вы за те зарплаты, которые вы получаете, ничего не делаете и не несете ответственности. Любая должность должна нести ответственность за свои действия. И если ты не справляешься, уйди. Тогда все будет нормально. А вы, дорогие севастопольцы, не оставайтесь равнодушными. Пишите, говорите. Потому что, когда мы молчим, с нами делают все, что хотят. Если мы бьемся за свои права и заставляем их работать, они вынуждены работать. Может быть, таким образом мы наших ленивых бывших чиновников заставим работать так, как должно работать в новой России. Мы все этого хотим. Спасибо. Спасибо.